Итак, мы с вами продолжаем. Давайте в этом видео зарегистрируем хостинг и зарегистрируем бесплатный домен. Ссылочку на хостинг я оставлю под этим видео. Сайт это хостик.ua. Давайте возьмем самый дешевый тарифный план. 30 дней бесплатно. На этом шаге мы можем выбрать период оплаты за хостинг, но мы пользуемся бесплатно, поэтому здесь точка стоит. Тестируем один месяц бесплатно, оставляем. Следующий шаг. Выберите домен. Мы ставим точку. У меня уже есть домен. Мы сейчас его зарегистрируем в другом месте. Бесплатный тестовый домен. Далее для новичков будет сложно. Вот этот шаг. Здесь есть подсказки, но я вам хочу сказать, что мы ставим с вами точку, направляя домен на хостинг. И на этом шаге мы здесь ничего не трогаем. Оставляем эту страницу открытой. Переходим на этот сайт. Также ссылка будет рядом с видео. Он у вас будет на английском. Вот здесь вот можете выбрать русский язык. Здесь можете придумать на английском раскладке клавиатуры какое-то название. Я написал FEDOR 2020 и нажимаю проверить доступность. Нам нужно убедиться, чтобы этот домен не был занят никем другим. Я просто выбрал FEDOR и здесь нам говорят, что этот занят домен, этот занят. То есть домен будет FEDOR.GA, например. И вот он бесплатный и вот он получить домен сейчас. Я нажимаю. У вас, соответственно, свое название домена. Я нажимаю получить домен сейчас. Далее мы здесь видим один домен в корзине. Нажимаем оформить заказ. Здесь нам показано, что 3 месяца домен бесплатный. Я так и оставлю. В принципе, эту страницу мы не закрываем. Наш домен вот такой. У вас, соответственно, свой. Я его копирую. Возвращаемся на страницу хостинга и проставляем наш домен здесь. И нажимаем использовать. Итак, у меня зону не пускает хостинг. Вот, возможно, у вас будет так же. Зона FEDOR.GA. Зона не поддерживается. Такое бывает. Я попробовал другой домен FEDOR.KF. И у меня пропустило. Нажал использовать на хостинге. Все. Не закрываем эти страницы. Видите, нам нужно еще некий DNS сервер прописать в имени домена. То есть на этой странице. То есть мой домен сейчас тестовый FEDOR.KF или CF. И здесь есть такое, как use, значит, прописать name сервера. Вот эти два места надо заполнить обязательно. Вот этот домен я удаляю. Он мне не подошел. Вы должны обязательно увидеть, что вас пропускает хостинг с этим доменом. Тогда появится ниже следующий шаг. Здесь нужно выбрать data center. То есть фактически сервера, где будут лежать файлы папки вашего сайта. Три варианта есть. Харьков, Украина, Rottendam, Нидерланды и США. Ну, здесь на ваше усмотрение я выбираю Rottendam. Бесплатный перенос сайта мне не нужен. Выделенный IP-адрес ничего не меняю. И нажимаю продолжить. На этой странице нам нужно зарегистрироваться на хостинге. Все поля, помеченные звездочкой, обязательно к заполнению. Сейчас я ставлю видео на паузу и заполню все без вас. Итак, заполняем все примерно как у меня. Вот эти галочки можно снять. И давайте верифицируем наш номер телефона. Укажите обязательно рабочий номер телефона. SMS-верификация. Нажимаем «Получить код». Идет загрузка. Мне на телефон был отправлен код уникальный. У вас также придет свой уникальный код. Прописываем его в это поле. Прописали код в данном поле. Нажимаем «Оформить заказ». Видим вот такую вот страницу. Тот e-mail, который вы указали. Переходим в ваш почтовый ящик. У вас придут вот такие письма. Ваш аккаунт создан. Здесь предоставляется ссылка в cPanel. Там, где вы можете управлять своим сайтом. Также пароль автоматически генерируется самим хостингом. У вас уникальный свой. Но нам нужно дождаться третьего письма об активации аккаунта. Здесь нам пишут, что 2-4 часа нужно подождать. Мне пока третье письмо не пришло, поэтому я видео ставлю на паузу. В этом третьем письме будет вся нужная информация для того, чтобы мы с вами могли продолжить. Если в течение часа вы не получили письма третьего об активации, вы можете написать. Вот здесь вот есть в углу чат, как это сделал я. Здравствуйте, активируйте, пожалуйста, хостинг. И укажите пин. Пин у вас будет вот здесь находиться уникальный свой. Просто копируйте и вставляйте. Поэтому пину они определяют, с какого аккаунта вы пишете. То есть кто вы есть. И вот мне пишут, что письмо выслали. Давайте посмотрим на почту. В почте действительно мы видим письмо вот такого содержания, с таким заголовком. У вас должно быть письмо. Вот именно оно нам и нужно. Мы его раскрываем. Здесь будут все данные, которые нам необходимы. Сейчас самое главное для нас. Найдите здесь, привязать домен к хостингу. Нам нужно вот эти два неймсервера. То есть просто с письма прямо отсюда копируйте. Вот выделяйте, как я, dns1, точка хостинг, точка uv. Копируем. И то же самое dns2. Возвращаемся на эту страницу. Я вас просил ее не закрывать. Напротив вашего домена кликаем вот сюда use dns. Вот сюда переходим. И dns. Name сервер первый. И вставляем второй. Он точно такой же, только меняем. Вот здесь вот. Вместо однерки двойку. Это нужно сделать только один раз. Сюда мы больше возвращаться не будем. И нажимаем continue. Идет сохранение. Здесь на этой странице нас просят верифицировать данные и перейти к следующему шагу. Ввожу свой email и нажимаю на эту кнопку. Здесь нам говорится перейти в наш почтовый ящик. Нам отправлено письмо. Нам нужно подтвердить наш электронный ящик. Возвращаюсь в почту. Входящие. Вот это письмо. И у вас подобного рода будет письмо. Нажимаем вот на эту ссылку. Тут также заполняем все данные. Нажимаем на кнопку. После мы попадаем на эту страницу. Нам говорят, что в скором времени мы на почту получим письмо с подтверждением верификации нашего домена. Следующим этапом нам нужно дождаться, пока обновятся наши DNS сервера. DNS зоны так называемые. Этот процесс каждый раз происходит, когда вы создаете новый домен. Время это занимает от 6 до 24 часов. Так что вы можете смело на этом шаге все оставить до завтра. Ну или пройти, проверить на работу способность домен через несколько часов. У меня прошел где-то час, и я увидел, что домен работает. Как проверить, что ваш домен уже доступен? То есть доступен к тому, чтобы мы могли загрузить туда движок с сайта WordPress и начать что-то делать. Начать настраивать наш сайт. Для этого мы заходим в письмо от хостинга. Третье письмо. Все данные этого письма лучше сохранить куда-то на флешку, потому что здесь будут все данные для входа в C-Panel. Это C-Panel, там вы можете управлять полностью своим сайтом. Вот у меня это письмо. Мы здесь находим панель управления. И ссылка. Кликаем по ней. У вас появляется окно для авторизации в C-Panel. Ниже у вас будет свой уникальный логин и пароль от этой C-Panel. Вводим в соответствующие поля, нажимаем вход. Не пугайтесь, что здесь очень много всяких плагинов, всяких настроек. Мы практически ничем пользоваться здесь не будем. Здесь мы находим с вами домены. Кликаем. У вас будет здесь свой домен. У меня свой. Вы помните, я зарегистрировал Федор.кф. Если я кликаю по этой ссылке, то в новой вкладке вы должны примерно увидеть такую же картину, как у меня. Индекс ОВ и папка. Точно такая же должна быть папка. То есть все, что вы увидите сейчас у меня, все то же самое вы должны увидеть у себя. Если вы здесь видите какую-то другую информацию, то скорее всего домен еще не работает. Вам нужно просто дождаться, когда DNS сервера обновляться. То есть я сейчас уже могу загрузить на свой домен движок с сайта WordPress и начать его настраивать. Прежде чем это сделать, нужно еще кое-что настроить на хостинге. Мы с вами здесь находим в самом низу плитку выбор версии PHP. Вам особо в это вникать не нужно, но просто повторяйте за мной. Версия PHP должна быть высокой. Но в данном случае я вижу, что у меня стоит 7.4. Возможно, это даже будет много. Посмотрим, как себя поведет WordPress при установке. То есть, как правило, когда регистрируется новый хостинг, здесь стоит низкая версия PHP. Поэтому здесь ее надо выставлять. Например, бы я поставил 7.2 или 7.3. Ну, пускай пока будет 7.4. Значит, здесь мы ничего не меняем. В принципе, у нас все готово к тому, чтобы мы загрузили движок с сайта к нам на хостинг. Если вы еще не скачали WordPress, ссылки я оставляю. Качайте WordPress с официального сайта, так как в следующем видео я уже буду показывать, как архив WordPress загружать непосредственно к нам на хостинг. Фактически установка WordPress. Установка WordPress очень быстрая и не займет много времени. Я вас жду в следующем видео.